Мы будем клеить порог, пластиковый порог, накладку на туманную. О, собак выгонять. Выходи! Ну-ка, выходи! Выходи! Очень часто бывает, что вот эти вот, ну, они вот здесь уже паяны, крепления. Во-первых, они отгнивают эти дырки, а прикрыть надо. Здесь человек не хочет менять, денег нет. И второй вариант, когда крепления сломаны, вот эти. Здесь уже, в принципе, их поставить на место нельзя, потому что, во-первых, непонятно, где это место находится. Здесь он все залит, залезает, и во-вторых, все уже смещено, все очень плохо. Это очень долго паять, ну, особого смысла не имеет. Такие моменты лучше клеить на герметик. То есть, герметик наносится вот по этой тонкой граничке, здесь все зачищается, и, в принципе, он хорошо держит. Ну, то есть, еще два крепления по боку, и, возможно, там одно-два снизу. Ну, по крайней мере, три машины я уже сделал, никто не приезжал, не возмущался. Иначе все, все на месте. Так, ну, что нам понадобится для этой процедуры? Во-первых, скотч, и мы будем это крепить, порог, то есть, уже придавливать. Во-первых, скотч. Во-вторых, очень много тряпок, ветоши, по крайней мере, две, чтобы были под рукой. А без жири желательно вот такой, чтобы мы постоянно могли лить. Перчатки, ну, в перчатках не очень удобно. Я не знаю, мне не нравится, я лучше руки потом отмою, или два дня с черными похожу. Но здесь все опасно делать, потому что герметик может быстро застыть. Это, во-первых, во-вторых, в перчатках вы ляпаете, где-то можете это черное оставить и забыть. А потом это будет сложно убрать. И самое главное, это герметик. Ну, и пистолет. Можно, конечно, и таким пробовать пистолетом, который на ручной тяге. Но это не очень удобно и дольше. Здесь главная скорость. Так что, герметик должен быть обязательно тот, который схватывается долго. По крайней мере, два-три часа. Есть герметики, которые схватываются, ну, буквально там за 10-15 минут. Вы таким герметиком все испортите. Вы начнете наносить, он схватится, и все. Вам придется все это дело перекрашивать. Ну, снять будет очень сложно. Ничего не покорябов, не испортив. Герметик лучше стекольный. И лучше обязательно. Это 100%. Нужно свежий герметик. То есть, смотрим на срок годности герметика при покупке. И сначала лучше его все-таки оттестировать. То есть, с утра пришли, нанесли, посмотрели, сколько он застывает, как он вытекает. Ну, закрыли пробочку. И вечером, допустим, мы клеим. Либо как-то так. Потому что, если здесь испортить, если вы не успеете это все вытереть, смазать, у вас все останется. Черное, застывшее, и будет не очень приятно. Обезжириватель при определенных условиях очень хорошо его смывает. Но пока он не застыл. Здесь у нас пороги ржавые. Так что, клеить я его буду специально выше уровня, который нам заводского. Чтобы как можно дальше оттянуть этот момент, когда ржавчина выйдет наверх. То есть, пороги тут уже могут быть совсем гнилые. Но закрытые пластиком. Попробуем примерить его. Как он вообще так стоит. Я его буду клеить вот так. Максимально высоко. Для этого, вот это крепление нам уже не поразовывается. Вот это плетсу мы сняли оставшуюся. Вот так вот. Ну что, понеслась. Попробуем. Итак. Вот. Пока не очень красиво, да? Тряпки должно быть две хотя бы. Одна почище, одна грязная. И начинаем. Здесь, главное, поток. То есть, он будет умывать у вас всё. А то, что внутри, оно, конечно, хуже будет застывать. Но в итоге всё равно застынет. Вот так должно быть. Когда у нас уже более-менее видно, что нормально, мы можем немножко подфиксировать скотчем. Здесь, кстати, сразу добавить надо, здесь щель большая. Чтобы туда залезть, потом дверь открою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну и сейчас покажу, как это выглядит вблизи. Вот так. Это уже изъяна самого порога. Здесь, конечно, лучше серый герметик. Но серый это шовный герметик. Редко бывает стекольный серый. И он застывает быстрее. Так что здесь сами тестируйте, смотрите, как что лучше. Ну, я и серым делал. Получается хорошо. Получалось. Раз, не получилось. Еле успел. Продолжение следует... Вот один у нас. Вот эта черненькая полосочка, она потом забьется грязью. Не будет ее видно, что она черная. Вот старой. Что-то сползло, что ли? Надо еще раз пройти. Ну, в общем-то, и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...